как же больно ты мне попал прямо в сердце мне никогда еще так не было больно зачем ты это сделал вот вот скажу вот зачем ты это сделал подойди сюда мелкий вот скажи зачем ты это сделал а не хочешь то давай тогда я тебя подойду и спрошу зачем ты это сделал мелкие ты меня до гроба хочешь довести а со своей вот этой аленкой ты ему кольцо лучше обратно дай не будет никакой свадьбы я это не мне позволю ванчос а ты вообще дебила кусок честное слово зачем ты тот калаш с собой взял вот вот смотрите он ванчос своей жизни два раза из автомата стрелял вот скажи мне ванчос куда ты попал когда ты выстрел первый раз из автомата генералу армии в колено вот именно а сейчас скажи ванчос куда ты попал когда ты второй раз выстрел из автомата себе в колено вот сейчас ты понимаешь то что армия это точно не твое и больше в жизни никогда этот автомат в руки не бери с другой стороны лучше что ты себе конечно в колено выстрелила никому-то между глаз поэтому хотя бы пронесло но больше пукалки никакие в руки не не бери а ты мелкий ты это чё с этой аленкой ты думаешь что это нормально вы в предыдущей серии впервые в жизни между собой заговорили до этого момента вы немые были бать ты чё ворчишь это как как старый дед а нифига себе девки пляшут вот это мы заговорили мелкий чё дедом старый меня называешь а слушай бать а ты мне это можешь бабок одолжить на свадьбу ты меня походу задницей слушаешь они ушами честное слово я тебе говорю никакой свадьбы не будет так все с тобой мы позже разберемся сейчас я пойду с генералом разберусь старший генерал-майор товарищ лейтенант-прапорщик тут такое дело как показали медицинские анализы ванчос удаст психически больной человек он тебе в предыдущей серии колено прострелил вот поэтому ни в какую армию его нельзя забирать моего в дурдом отправим как только он вылечится поэтому спасибо что пришли но в армия отменяется генерал жалко но очень жалко да он стал бы очень хорошим солдатом ну да но вот так произошло что ванчос у нас сумасшедший немного на голову поэтому ну не пойдет он в армию да ну ладно у у меня к вам еще один вопрос остался а вот вы молодой человек в армии служили я у меня у меня дедушка служил он вроде военный журналист был пепп да можно считать да у меня дедушка служила а а вы служили ну слушайте еще папа у меня вроде служил если хорошо поэтому да можно считать то что да да папа служил тоже а вы-то служили у меня еще вроде двоюродный брат по папиной линии сестра сын сестры по папиной линии двоюродный мой брат он тоже вроде служил поэтому у нас можно сказать вся семья служила поэтому да у нас все служили прям Военнослужащие Ладно, спасибо большое, что приехали Давай, уезжайте Так, вроде с этим дебилом разобрались Ванчес, лечись тут, мужик Не вставай с этой кровати Мы придем, когда все решится Я тебе даю зуб, что никакой свадьбы между мелкими и Аленкой не будет Я всю эту свадьбу к чертой бабушке отменю Поэтому не переживай Мелкий, я тебе никаких бабок на свадьбу не дам Поэтому у тебя есть один выбор Ты или отменяешь свадьбу и не женишься с Аленкой Или ты отменяешь свадьбу и не женишься с Аленкой Другого выбора нет Поэтому решай, мелкий Ты мне больше не отец Пошли, Аленка Ну это как бы обидно, но обижаться я не буду Потому что я походу знаю, почему мелкий хочет на ней жениться Слушай, мелкий, стой, 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 стой Я тебе помогу со свадьбой и сам ее организую Если ты мне быстро ответишь на один вопрос Первое, что тебе придет в голову Вот-вот-вот отвечай Из-за чего ты якобы любишь Аленку Вот первое, что тебе придет в голову Ну, типа, она как бы красивая Вот Кто? Аленка красивая? Аленка такая же красивая, как Степа умный Да, Степа? А? Шо? Вот именно, о этом я и говорю Если Аленка самая красивая, то, наверное, сверху вниз В конце списка она самая красивая, мелкий, ты че несешь, а? Ну, не нужна мне твоя помощь Я пойду к бомжаре, у него попрошу денег на свадьбу Ну, давай, давай Ага Удачи там, выйти замуж, выспожениться Детей нарожать Да-да-да Слушайте Я знаю, почему мелкий хочет на ней жениться Потому что, как бы он еще балакосос, да? Ну, уже в взрослом теле Это его первая девушка Он просто в нее тюрился только потому, что она ему нравится внешне Они разговаривают в этой жизни один день Как человек может любить другого человека Когда они никогда в этой жизни даже не разговаривали Они не подходят даже друг к другу Поэтому у меня есть один план Пойдемте за мной С Аленкой он свадьбу забабахает Ага, конечно Но все-то про Олечку забыли, да? Хе-хе-хе-хе-хе Раньше же мелкий еще встречался с Олечкой такая была Но, как мы все выяснили, Олечка ему почему-то не понравилась Но как раз-таки у меня сейчас есть идея Как сделать так, чтобы свадьба мелкого сорвалась Генка! Слушай, побеги к бабке-ежке Попроси, чтобы она сделала одну вакцину А лучше сразу две вакцины И притаскивай свою саркостанцию сюда Вот, я же могу просто кинуть в мелкого одну вакцину Чтобы он стал обратно мелким Но тогда он не выяснит то, что Аленка не лучший для него вариант Поэтому это ему нужно доказать Степа, давай за мной Эх, так Она вроде здесь живет, да? Только я не понимаю, что здесь все в баррикадах-то? В шипах каких-то Ну они точно должны быть дома Она же с батей своим живет Вот, Витя его вроде зовут, да? Виктор Ладно, Степа, давай зайдем Если дверь открыта Опа, давай, давай Заходи Витя Олечка Проваливайте отсюда Зомби-мутанты Какие зомби-мутанты? Ненормальные Степа, беги на улицу Они до сих пор на карантине своем сидят Ненормальные До сих пор думают То, что вот эта красножопая ветрянка в городе Витя, ты там с ума сошел Ты башкой своей чертнулся, что ли? Мы к тебе в гости пришли Ты мне, что-то не убил меня сейчас Мы знаем, что наступил зомби-апокалипсис Мы сидим на карантине Уходите Витя Я тебя то ли спешу расстроить То ли спешу порадовать Только не стреляй, не стреляй, пожалуйста Карантин уже как недели две назад закончился Мы вылечили всех от красножопой ветрянки Вы-то на улицу хотя бы чаще выходите Тогда будете знать А то, что никакого карантина уже нет Ненормальный Как мы тебе доказать, что карантина уже нет? Да? Чё, реально? Реально? То есть ты думаешь, я бы к тебе в гости приходил, если бы карантин был? Спускайтесь вниз ненормальный Спускайтесь вниз Давайте, давайте Мы вас ждем здесь Пердос, Степа Просто пердос Люди в этом городе просто ненормальные Все, калаш Спрячь свой, пожалуй Спрячь, спрячь калаш Витя Мы наоборот Как бы пришли в гости Потому что, ну, Олечка Вот как раз таки из-за этого карантина Последние 2-3 месяца из дома даже не выходила Мы тут собираемся В аквапарк пойти На аттракционы Там на каруселях покататься С нами, кстати, еще мелкий пойдет А мелкий вроде как Олечке нравится Да, и она ему нравится Поэтому, если, конечно, ты не против Мы можем ее забрать с собой Там день, чтобы она с нами провела Где-то, а? Да я только за Забирать ее Ей надо отдохнуть Ну все, Олечка Тогда пошли давай за нами Все, Витя Мы ее приведем завтра Послезавтра или после-после-после-после-после-после-после-после-после-после-после-после-после приведём. Всё, пошли, Олечка. Давай, Стёпа, за мной. План работает. Так, Гена отправился за вакциной. Олечка есть. Олечка, слушай, тут дело такое, мы тебя большое хотим сделать. Ну, я хочу сделать, у меня такой план. Потому что, ну, слушай, тебе мелкий нравится или нет? Вот скажи честно. Конечно! Ну, тогда, Олечка, тут дело такое у Мелкого с Аленкой скоро будет свадьба. Не хотела бы ты отбить Мелкого у Аленки? Мне кажется, он тебе больше подходит. У этой кулицы страстной! Ха! Там мелкий будет моим! Ну, вот и замечательно! Так, Рикардо, на месте или нет? Рикардо, подойди сюда, подойди сюда. Рикардо, учитывая то, что ты как бы дизайнер, мне нужно, чтобы ты мне нашёл самое красивое платье, которое существует на этой плане. На, на Олечку. Справишься? Всё будет сделано! Ну, вот и хорошо, Рикардо, всё, давай! Так, это сделали, Гена пошёл, Олечка есть. Бомжара! Надо предупредить, предупредить бомжару, потому что мелкий сейчас пойдёт к бомжаре и просить у него деньги на свадьбу. Господи, столько много планов, столько много дел, ничего не успеваем! Так, давайте, запинюхивайтесь, запинюхивайтесь! Ой, Олечка, Олечка, ты чё, реально два месяца дома сидела, не выходила даже! Не, ну как бы, когда был карантин, дома нужно было сидеть обязательно. Но карантин, вы в городе ютуберов давным-давно уже закончишься, Олечка, ты уже давным-давно могла гулять! Всё, давайте, пойдёмте к бомжаре! Бомжара! Бомжаро! Аааа, вы вот это, да-да-да... Ай, тут, я не смотрю, бомжаро! Я не, я не, я даже не смотрю, чё вы там делаете, бомжаро, если вы там друг другу вот этот трубопровод прочищали, бомжаро, я не смотрю! Мне, как бы, мы давно уже подозревали, то, что они вот это шуры-муры друг с другом делают, но я не смотрю, бомжаро! Я тут это, я не смотрю, я хотел сказать то, что если вдруг тебе мелкий придёт просить бабки на свадьбу, ты ему откажи, хорошо, пошли этого шкета мелкого куда подальше, окей? Хорошо, бомжаро? А, он уже приходил, я ему уже дал деньги! Ты дурак? Ты дурак? Ты зачем, за... Все планы коту под хвост! Ладно, бомжаро, спасибо и на этом! Ладно, давайте, иди, давайте, давайте, потопали! А, сейчас, подождите! А вы чё, вот это? Друг с другом, да? Ну, я рад за вас, я уверен, что все подписчики за вас рады, они давно мечтали, шиперили там, ну, всё, давай. Всё, давай, давай, Олечка, ты чё тут стоишь? Давай, потопала! А, сейчас, подождите! Слушайте, если я вдруг смогу сорвать свадьбу мелкого, может, всё же тогда вы вместо него женитесь? Не? Как бы, я буду свидетелем... Ну, всё, 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 я пошёл, я пошёл, давай, давай, всё, потопали, потопали! Ну, вы прекрасная пара, просто это знаете! Всё, давайте, погнали в мой гараж! Сейчас уже должна прийти бабка ёшка и притащить свою вакцину! План почти закончен! Осталось дождаться, когда придёт бабка ёшка, осталось дождаться, когда придёт Рикардо! Ты, Олечка, запинюхивайся, давай, саркостанцию давай в гараж! Ждём бабку! О-о-о, здоров, бабуль, чё, как жизнь старпёрческая! Здорово, милок! Я тебе, это, вакцину ещё одну принесла! О-о-о, спасибо, бабуль! Спасибо, твоя сара уже прошу! Олечка, стой там, всё будет хорошо, наверное! Ага! Слушай, а зачем она тебе? Кто, вакцина? А, да я просто Олечку хочу в большую превратить, чтобы она отбила мелкого у Алёнки, а то он у неё втюрился, прям влюбился по самые уши, сейчас ещё жениться на ней будет, прикинь! В эту страшненькую, что ли? Да, да я думал, она с Ваней встречается! Ну да, в эту страшненькую, я вот, в принципе, так же и сказал. Ну так в этом-то и проблема, то, что они даже толком не знакомы, и она ещё с Ваней встречается, а мелкий её замуж позвал, прикинь! Так, надеюсь, то, что с Олечкой там всё хоро... О-о-о, Рикардо, здравствуйте! Не, я знал, что у меня друзья дебилы. Практически все. Не, ну я их люблю, конечно, но друзья дебилы. Я тебе сказал принести платье для Олечки, да? А ты-то его на кой чёрт на себя напялил? Рикардо! Так, Олечка! Жива? Здорово! Большая-то какая! Платье отдавай, Рикардо, давай отдавай платье, и ты, Олечка, переодевайся. Ну чё, бабулька? Вот такие вот у нас дела в этом ненормальном городе. Олечка, Рикардо в платье. Дурдом ядрить колотить. Милок, я знала, что ты чокнутый, но чтобы настолько! Э-э-э-э-э-э! Нет! Без оскорблений, бабуль, как бы не я чокнутый, жизнь чокнутая заставляет меня делать подобные вещи. Всё, Рикардо? Ну тогда мне нужна твоя помощь Иди на счет 4 и открывай ворота Давай-давай-давай, а я посмотрю Как преобразилась Олечка И раз, и два, и три, и четыре Открывай, Рикардо Едрить, колотить Олечка Рикардо, это твоя лучшая работа Это лучшая пати, которую я когда-либо видел Олечка, ты на себя даже не похожа Мелкий увидит, точно втюрится Так, закрывай ворота Закрывай давай ворота, Рикардо Ооо, как мы вовремя Слушай, мелкий, подождите, подождите А че ты тут забыл, а? Че пришел? Я за вещами пришел А, ну хорошо, слушай, у меня к тебе такой вопрос А ты помнишь, такую Олечка была? Ты с ней еще вроде встречался Помнишь ее? Ну, допустим Ой, слушай, она так выросла, похорошела Как красивая такая стала Ты себе даже не представляешь Вот увидел бы ее, влюбился бы моментально Вот я тебе зуб даю мелкий Да мне пофиг Мне не интересно это У меня Аленка есть А, да, мне не интересно Ладно, Рикардо, отойди Ну тогда разрешите представить Преображенная Олечка Боже мой, Олечка Ты богиня Я тебе говорил, что все сработает Ну да, как бы бывшая твоя Ты смотри, какое платье Рикардо старался Шил прям для нее Аленка, ты это Извини меня Олечка Ты это Выйдешь за меня замуж Я согласна Мелкий Ну да, ну да Пошла я нафиг А-а-а-а И я вообще Не так всю эту ситуацию Себе в голове Представлял Не, как бы Олечка Красивее, чем Аленка Извини, конечно, Аленка Ну ты с ума сошел Ты вчера хотел жениться на Аленке Сегодня ты хочешь жениться на Олечке Ты это в жизни так и работает Мелкий Бать Да ты просто ничего не понимаешь В любви Пошли Олечка Обосраться Я еще и виноват оказался А свадьба-то будет Ой, бабуль Карга старая Не надетай еще ты Ядрик колотит Да, господи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok